Денис Казанский и Борис Майоров Что понравилось, что нет 0-2, конечно, это не понравится любому спартаковцу Но кажется, что пока все абсолютно по делу Йокерит просто сильнее Ну я третий, кто будет оценивать сегодняшнюю игру По крайней мере, первый период Вот у нас был в команде тренер Который любил такое выражение Сумма скоростей Вот пять человек на площадке У них должна быть определенная сумма скоростей Для того, чтобы игра жила Этого у спартака не было Кроме этого, много очень неточностей В передачах Они, безусловно, разрушают игру Они не способствуют Созидательному Созидательной игре Борисович, теперь у нас трое Давайте представим, Андрей Довидян сегодня присоединяется к нам Андрей, спасибо большое, что нашли время прийти Это известный певец Я думаю, что все прекрасно помнят шоу на Первом канале В котором Андрей принимал участие Это уже давно-давно в прошлом, потому что вы даете сольники И замечательно, Андрей, спасибо еще раз, что пришли Спасибо вам Ваше впечатление от того, что сегодня происходит в Сокольниках Господа, я не такой проникновенный в хоккей-человек Я обожал всю жизнь, безумно любил хоккей Потому что очень много лет отдал конькам С четырехлетнего возраста до 17-18 лет Я занимался фигурным катарем Соответственно, мы одевали другие коньки Гоняли И было это все на стадионе ЦСКА Собирали клюшки Я бегал за автографами Рагулина, Полупанова, Фирсова Майорова, бегали за майором? Нет Не помню, что ЦСКА болел ЦСКА болел, да Но не в этом дело Я видел этих людей Как они передвигались Тогда еще не было Был крытый стадион, но тренировались на воздухе И в сильные морозы, между прочим Где-то и в 10, и в 15 градусов К чему вы ведете? Не знаю Ввиду к тому, что игра сегодняшняя Я слышал кое-что из контекста Из того, что говорили о сегодняшней игре Мне кажется, что Спартак чуть-чуть Как Борис Александрович потрясающе заметил Он немного уступает какой-то Может быть, больше суеты Скорость я не могу сказать Скорость есть Но за скоростью, может быть, чуть-чуть нужно Какой-то точности Передатчик и вовремя куда-то выходить Ну, вот сейчас как настоящий фигурист оцените То, что происходит на льду Андрей, сейчас пока видим статистику Давайте все-таки поговорим еще о том Что окружает этот матч Антураж Потому что такого в России пока еще не было Ретро, такая довольно любопытная придумка Мы с Борисом Санчевым в первой студии Как раз говорили о том, что очень много похожего И то, что Леонид Ильич выступает И то, что Никита Сергеевич сегодня здесь в ложе имеется Пока статистику увидите, Андрей Варфов Да Ну, я могу сказать, что, во-первых Все началось с того, что сначала зал На мой взгляд, был мало Так сказать Не достаточно было людей Не разогрет И вдруг Я буквально вышел на 5-7 минут И уже где-то без 5-7 Перед стартом матча Полностью, практически, забит зал Это очень здорово Это самый главный залог Того, что люди ходят, люди любят И наши болельщики, они болеют Борисом Санчевым Да, извините Борисом Санчевым, ваш прогноз перед вторым периодом Буквально в двух словах Все может быть Не настолько силен сегодня Йокерет Для того, чтобы Спартак не имел шансов Надо, прежде всего, как я говорил уже Добавить в скоростях Добавить во взаимосвязях Обязательно И найти сумму скоростей Очень большие разрывы Между двумя защитниками И тремя нападающими Такого не должно быть Достаточно плотная оборона Йокерет Ее пробить Одним или двумя игроками Практически невозможно Спасибо большое Борис Майоров Андрей Довитян Которому мы узнали Что разогревается Не со зрителями А сам Сегодня был вместе с Тами Мы увидимся уже в следующем перерыве Пока слово коммендаторам Александру Ткачеву Александру Халам